Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Марина Хмеловская, и сегодня в этом ролике мы поговорим о трех техниках, как перестать сажать плохие кармические семена. Оставайся со мной до конца и узнаешь все лайфхаки и секретики. Итак, друзья, техника номер один. Наверняка вы ее где-то слышали из психологии, но я вам объясню ее суть с точки зрения кармологии. И эта первая техника звучит следующим образом. Прежде чем на кого-то накричать, а когда мы кричим, мы сеем плохие семена, посчитай до 10. Хм, скажите вы, где-то я уже это действительно слышала, такие рекомендации дают психологи, и честно говоря, я сама, когда получала такие рекомендации, пыталась им следовать, но не понимала, как это вообще поможет мне справиться с гневом. Но когда я пришла в кармологию, я поняла суть этого упражнения. И еще раз убедилась, что все психологические направления и техники вышли из древних тибетских текстов, из древних учений. Суть в том, что каждую секунду мы сажаем 65 кармических семян. Вот я сейчас с вами на связи, и каждую секунду я сажаю 65 кармических семян, которые потом раскроются в моем сознании и создадут определенных людей, события, переживания, определенную реальность, когда эти семена внутри моего сознания созреют. Почему 65? Потому что помимо того, что у нас есть звук и картинка, у нас еще есть тактильные ощущения и запахи. В обычном фильме 24 кадра в секунду, а в нашем фильме в «Матрице», где мы себя чувствуем героями настоящими, 65 кадров в секунду. Итак, когда мы сдерживаем гнев с мудростью, с пониманием, что эта ситуация, которая меня сейчас реально бесит, пришла из меня, потому что в прошлом я была причиной гнева какого-то человека. И да, даже если во мне сейчас поднимается гнев, и я через 10 секунд наору на кого-то, но эти 10 секунд осознанно я сдержусь. Почему? Потому что осознанное сдерживание 10 секунд сажает 65 семян сдерживания и управления своим гневом в секунду, и эти 65 семян будут удваиваться каждые 24 часа. Эта карма будет расти. И в итоге эти семена превратятся потом в 3200 ситуаций, когда вы будете спокойны, когда вы избежите конфликта, когда люди будут добры к вам, когда они будут сдерживать свои эмоции по отношению к вам. И как говорит мой учитель Геши Майкл Роуч, да, вы можете накричать на ребенка, на мужа, выйти из себя, но даже если вы вспомните о том, что вся реальность исходит из меня, и каждую секунду я сажаю эти кармические семена с помощью мыслей, слов и действий, и даже если вы сдержитесь 10 секунд, это вообще вот так вот классно. Это сдержит вас от посадки плохих семян и создаст карму того, что вы будете в будущем видеть себя более спокойным и попадать в более спокойные ситуации. Это была техника номер один. Техника номер два. Она называется следующим образом. Убеги, если не можешь управлять ситуацией. Что это значит? Когда вы приходите уставший или уставший домой, и ваш партнер раздражен, и вы понимаете, что вы заходите на кухню, и сейчас ваш муж будет на вас кричать, и вы будете кричать в ответ, что назревает какая-то эмоциональная ситуация, мои учителя рекомендуют просто в этот момент закрыть рот и убежать закрыться в ванну, или пойти куда-то погулять. То есть таким образом мы в этот момент вспоминаем о том, что гневный муж тоже исходит из меня, и ситуация конфликтная тоже исходит из меня. И если у нас есть возможность убежать из этой ситуации с мудростью, прошу не путать с психологической реакцией, бей, беги, замри, это другое. То есть мы не убегаем, потому что у нас психологическая незрелость, мы не знаем, как решать этот конфликт. Мы уходим для того, чтобы сделать свою духовную работу над собой, и для того, чтобы не сажать плохие семена. Это была техника номер два. Техника номер три касается каких-то зависимостей. Когда мы сажаем плохие семена, когда мы объедаемся, или много выпиваем чересчур нам плохо, или имеем какую-то зависимость, например, от телефона, от сериалов, от компьютерных игр. И в этот момент, конечно, повторяя одни и те же действия, мы пересаживаем постоянно эту карму. Но есть суперклассная третья техника, которая называется «сделай хотя бы немножко, но меньше», или «оставь хотя бы немножко, но меньше». Если это касается еды, то есть вы кушаете, например, 33-й кусочек торта, и маленький кусочек от 33-го кусочка оставляете с посвящением. Я посвящаю это тому, чтобы видеть себя в будущем человеком, который меньше ест сладкого. То есть вы опять же с мудростью оставляете половинку этого кусочка и делаете посвящение. Если вы привыкли играть в компьютерные игры, там, не знаю, 5 часов в день, и на вас жалуется жена, то окей, играйте. Но поиграйте 4 с половиной или 4 часа 50 минут, не доиграйте 10 минут. И сделайте на это посвящение. То есть немножко сделайте меньше чего-то, что порождает вашу зависимость. Если вы привыкли, не знаю, орать на мужа или на детей 10 часов подряд из 24 часов, то парите 9 и часик куда-то тоже убегите, совместите со второй техникой, чтобы не сажать этих плохих семян. И вот этот ролик я хочу закончить такой притче. Однажды к Будде или кому-то из великих учителей буддизма, я не помню, сейчас не буду врать, хочу быть точной, но не помню сейчас, это был Будда, либо кто-то из великих учителей буддизма. Вот к святому такому существу пришел мясник, и он говорит, я постоянно сажаю плохие семена, я убиваю животных, я причина страданий живых существ, но я не могу не работать мясником. От этого зависит мой доход, деньги моей семьи, жизнь моих детей. Окей, пожалуйста, подскажи мне, что мне делать, как мне создать карму, чтобы я перестал убивать или чтобы моя реальность как-то поменялась. И тогда этот святой учитель сказал, вернее он спросил сначала, ты вообще как бы работаешь со скольки до скольки? Он говорит, я работаю с 8 утра до 8 вечера. Он говорит, окей, вот с 8 утра до 8 вечера ты работаешь. Возьми аскезу с 8 вечера до 8 утра, пока ты спишь и отдыхаешь часть вечера, что ты именно в этот промежуток не будешь никого убивать. Ты сможешь это сделать? Он говорит, да, смогу. И этот мясник взял такую аскезу с 8 вечера, когда заканчивается его работа, и до 8 утра, когда она начинается, он с посвящением создавал эту карму, и потом его реальность поменялась таким образом, что набрел новую профессию и ушел из вот этой сферы, где нужно убивать и расчленять животных. К чему я рассказываю эту всю легенду? К тому, что если вы работаете на какой-то работе, где вы сажаете плохие семена, например, барменам, продаете алкоголь, или в какой-то мясомолочной или рыбной промышленности, где убиваете живых существ, и вы реально сейчас не можете оттуда вырваться, хотя вы осознаете уже, что вы делаете, что да, семена такие себе, просто возьмите, как этот мясник, какую-то вот такую аскезу, где вы точно знаете, что вы не будете работать, что завтра не ваша смена, и вы не будете этого делать, и сделайте посвящение на то, чтобы ваша реальность изменилась, и чтобы вы перестали сажать плохие семена. Если для вас был этот ролик полезным, ставьте пальчики вверх, обязательно оставляйте комментарии для того, чтобы YouTube продвигал этот ролик и эти знания, ну и, конечно же, как всегда, вы можете поддержать наш YouTube канал, оставив абсолютно любой донейшн, все ссылочки под этим видео. С вами была Марина Хмеловская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова